Дима сам кушает! Да ты мой сладкий! Всем привет! С вами канал Артмань! А, падает! Ой, молодец! И моя семья. Я дома, наконец, спустя неделю. Попозже немножко вам расскажу, что со мной случилось. Снова также будут влоги выходить, как и раньше. Да, как мы кушаем! Диме год и пять. Сейчас он только учится кушать сам. До этого его кормилась сама. Теперь мне тяжелое поднимать нельзя. У меня болезненность еще немножечко осталась. Хоть и выписали. Ой, все падает там. Тебе надо большой слюнявчик. Ешь, ешь, ешь! Не надо оттуда! Не надо, не надо! Ешь, давай! Ну, что ты ее пустую! Вот, и поэтому... Теперь Дима будет учиться кушать сам. Ну, а не только поэтому, потому что ему уже нужно было учиться самому кушать уже довольно давно. Мне все не хотелось. Мне так нравилось его кормить, сажать на ручки. Вот, сейчас сажать мне стало немножечко тяжело уже. Как ты ешь? Как ты ешь? Зима, хлеб же. Хлеб вот он лежит, но он кромсает его руками. Да. Не, давай ручкой вот возьми. У тебя ручка есть. Зима, ручкой возьми. Да. Не-не-не, зачем ты его выкинул? Ну, это хлеб же был, зайка. Ну, это же был хлеб. Ты че? Зачем? Ну, ешь дальше, ладно. Ешь. Сейчас я тебе другой дам. Хлеб, Аники. Надо, у нас есть слюнявчики, такие специальные. Маленький он был, ему одевал, он его снимал. Видимо, это постарше. Сейчас, наверное, как раз самый тот возраст, когда этот слюнявчик нам поможет. Да, плюс еще, кстати, у нас очень хорошая новость. У Димы в комнате дали отопление. Где-то, наверное, вчера или позавчера. Вот. Кушай давай, кушай. Не-не-не, хлеб потом. Ты его сейчас раскромсаешь, и все. Давай, кушай. Все на майку все равно падает. Давай. Вот, я как раз из больницы приехала вчера вечером уже. Вот. Поехала сначала из больницы к маме. К сыну увидеть, чтобы. Потом подъехал муж, и нас забрал. Мы на такси уехали домой. Нет, давай кушай. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты чего? Ой, хлеб тут дорогой есть. Кушай, давай, кушай. А хлеб потом. Ты сейчас хлеба наешься, и кашу не будешь есть. Чё ты там усолишь? Давай, давай, давай. А? Опа. Как хорошо получается. Мои зайки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас у тебя все выскочит там. Не-не-не, чуть-чуть хватит. Хватит. Чуть-чуть какой упертый. Вот. Молодец какой. Ну вот, показался я. Лежала ее в больнице. Засудила я придатки. Вот, потому что у меня еще начало болеть в сентябре. Все лето я выскакивала все на балкон, потому что у меня были продукты. Вот. Ты что такой бегаешь ты? Бегаешь. Кто здесь? И Дима показался. И Дима, да? Да. Идем, идем рядышком, да? Да что такое? Что такое? Что такое? Вот. У меня начало болеть с сентября. То есть у меня болел сентябрь. Ну так временами, не постоянно. Чуть-чуть так вот потягивала не с живота. Сентябрь, октябрь. Ноябрь вообще ничего не болело. Я думала, что-то по-женски. Ну думаю, наверное, прошло все нормально. Октябрь и начале октября. Думала, блин, надо все-таки сходить перед Новым Годом. Потому что узнала, что для неработающих людей, вроде как поликлиники, там и больницы будут платные. Я подумала, что вдруг... Так, так. Вдруг после Нового Года вдруг станет все платным. И так вот, не дай бог, заболеешь и попасть не сможешь никуда. Что-то мне Мишка принес. Вот. Я собиралась сходить. Как раз в тот день хотела я пойти, но пришлось идти за обоями. И на следующий день, это было 12 декабря, это было как раз 12-е, 12-е, 2018-е. В 6 утра я просыпаюсь. У меня, ну, не адская, как острая боль внизу живота. Вот. Дима, не отвлекай. Не отвлекай меня, Дима. Вестя ты, бегай из туда-сюда. Где мама, там и ты, да? Где мама, там и ты. Вот. Да. Я проснулась, у меня острая боль внизу живота. Я подумала, что это, может быть, что-то там с кишечником идет. Там что-то такое. Ну, думаю, ладно, выпила обезборивающий анальгин и легла спать. Думаю, сейчас я посплю. Сон это самое лучшее лекарство. Посплю, думаю, и все. Вот. Проснулась я, наверное, часов 8. Боль чуть меньше стала, но она есть. Вот. Ну, и что-то думаю, не знаю, блин, в больницу что-то собираться. А я была как раз в этот день одна дома. С ребенком муж на работе. И ребенка и так не оставишь ни с кем. Вот. Еще, как бы, боль. Вот. И что-то ходила, бродила, бродила. Блин, думаю, что делать. Думаю, наверное, надо какую-то таблетку выпить, чтобы я так и думал, что это кишечник. Потом, ладно, думаю, надо позвонить маме. А я ей звонить не хотела. Не хотела ее расстраивать. Думаю, зачем расстраивать человека. Вот. Позвонила. Мама говорит, это, наверное, у тебя аппендицит. Потому что у меня болело и слева, и справа. Вот. Болела очень сильно. Ну, как бы, болела, как бы, нормально. Но, как бы, лежать вот было, когда ложишься, то есть, когда вот на бок ложишься, больше болело. Вот. Как бы, на другую сторону ложишься, тоже, наверное, было больно. Вот. Мама говорит, иди к врачу, тебя назначат там гинекологу. Ну, в поликлинику, короче, там гинекологу надо будет сказать, терапевту. Пришли, короче, нас принимать не хотели. Причем мама до этого позвонила, сказала, что вот придут. Нам сказали занять очередь. Там очередь была длинная. Займите очередь, стойте очередь. Все в порядке. Хорошо был со мной муж. Он начал у нее просто орать. Говорит, человек, вот, приехал к вам с острой болью. Говорит, а вы его посылаете на очередь стоять? Говорит, если вот так, не дай бог, человек умрет там в этой очереди. Вот. Ну, та, конечно, сразу меня приняла. Отправила хирургу. Значит, хирургу я пришла. Говорит, вы скажите, что у вас с острой болью, он вас сразу примет. Захожу. Там опять очередь. Захожу к нему. Я говорю, с острой болью. Примите, пожалуйста, меня. Хирург тоже. Молодой парень сидит. Нет, говорит, я принимаю только по очереди. Занимайте очередь. Я выхожу. Говорю, Женя, так и так. Ну, там уже человек сидел, он его осматривал. Человек, короче, уходит. Меня муж просто туда заталкивает вместе с человеком каким-то. Там какой-то женщиной. И он, этот хирург, так смотрит. Не понял, у вас двое, что ли? А кто по очереди, кто без очереди? Я говорю, с острой болью. Говорю, мне срочно. Он такой, ну ладно, раз с острой болью, тогда заходи. Ну, посмотрел так. Хотя, знаете, начал смотреть, начал трогать боль. Просто адская. Было просто невозможное. Вот. Ну, что ты тут, а? Пошлишься у меня? Рядом с мамочкой сел. С мамочкой рядом. Да, вот ты где, вот ты где. Вот он сидит. Сидит он. Посмотрел. Отправил он меня в клиническую больницу, но написал ГБР. Сказал, что это клиническая больница, там поймут. Ладно. Мы приехали домой, вызвали скорую. Поскольку скорая дежурила в этот день с клинической больницы, то в принципе меня должны были отвезти туда, но хотел я в пироговку. Потому что в пироговке, если там какая-то любая больница, в больнице, да, я всегда лежала в пироговке. Хотя там несколько раз это было. Я не так часто лежу, слава богу. Вот. Взываемо, значит, скорая приезжает, какая-то с поликлиники скорая. Ну, не скорая даже, а просто машина. Да. Ты меня отвлекаешь. Ты, 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 интересно, что это-то такое. Вот. Приехала из поликлиники. Думали, брать, не брать меня. Ладно. Забрали, отвезли в пироговку. Там меня вообще принимать вообще принимать не хотели. Что вы нам ее привезли? Везите ее в другое. А у меня боли. Я думаю, вот как так можно? Человека привезли, а мы не принимаем. Везите в другое место. Там давай, хорошо, там женщина оказалась такая настойчивая, начала настаивать. Иди, иди ко мне. иди ко мне ты моя зайка ты зайка моя да ты зайка моя да мама волосы волосы мамина красота да я надо беречь вот ну в итоге приняли целый час не знаю мне кажется даже это было больше я моталась просто по кабинетам в один кабинет другой коми там осмотр там осмотр везде тыкут тыкут тебе вот все спрашивали когда были последний раз месячные все в тетрадку записываю не помню просто вот ладно короче в итоге к вечеру меня там положили положили в палату боялась я очень то что будет какая-нибудь палата потому что там как раз гинекологии там лежат разные и цыгане там как выяснилось лежат и алкашек туда тоже кладут и все 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 вот очень боялась и поехал я из-за этого со старым телефоном вот ну думаю что буду свой смартфон брать если возьму старый телефон просто и все мало ли украдут старых хоть украдут не так жалко ребенок отвлекает смысл сосредоточиться сложно вот и до меня поселили я зашла такая и думаю надо сразу познакомиться тоже до этого я лежала тоже сразу знакомилась чтобы сразу начать общаться чтобы не смотрелся куда она пошла чё она пошла а чё она сидит то как дело в принципе это остальные пока я лежала я сразу зашла говорю где свободный мне сказали там и там и была одна свободна около окошечка надо было сфоткать забыла вот я выбрала около окошечка думаю тут окно рядом и проветрить можно будет прохладный батарея рядом я люблю жару будет довольно тепло мне выбрала там поставила горьми зовут наталья будет вас горы как я не села так тут по кругу просто ими сказали вот потом я все равно вызвали обратно осматривали вот там какая-то была жидкость в матке вот все это мне сразу все это сделано спросить согласия согласны ли вы ну давайте говорю конечно мне такие боли бы хоть что-то начинайте делать и потом меня положили просто под систему и система у меня тюбика два три или четыре короче там тюбика там на 3 чего-то сначала было два или три тюбика и потом маленький тюбик был чего-то там ну как обычно там короче дают при воспалениях там забыл короче называется ну таблет как иногда вот пьют и увидим еще вот эта система мне еще положили добавок лед на нижего тегра еще детей смогу иметь да да конечно сможете со льдом я пролежала часа три четыре пять наверное ведь это снимает оказывается как бы опухлость тут спазмы вот лед именно я думал блин я познал думаю это взлет бы тоже достала бы наступил лед бы тоже достала бы дома также положил него может быть не так и бы стало больно вот а я не знаю вот и в принципе уже сразу началось лечение на следующий день я тоже осматривали вот осматривали все равно был боль не ушла по-моему да на следующий день она еще не ушла но там так тыкали там были они в три руки наверно все это тыкли от нас смотрят а другая с одной стороны другая с другой стороны стоит и все тыкают все смотрят и одновременно задают вопрос а мне больно я там это лежу мощные слезы из глаз текут и какие-то вопросы сообразить ничего не могу мне больно просто я не знаю на тот момент мне казалось на этом кресло что нахожусь где-то на войне и меня просто пытают как вот в принципе было да там на войне с помощью воли пытали вот у меня оказалось точно так же не говорили вспоминай когда у тебя была последняя месячная иначе ты отсюда вы не выйдешь вы ты с этого кресла не уйдешь пока не вспомнишь а я не помню я просто не помню ну блин мне в тетрадке записаны я просто записываю и все вот от этих мук просто мучаешься лежишь на этом кресло больно я вспоминаю то что в последнем кабинете мне что сказать там числа десятого что ли они были аври а был как раз 13 число я говорю неделю назад говорю 10 уже просто эту цифру назвала думаю фиг с ними ладно вот раз такая записала 10 все будет хорошо слазили ну блин вообще кошмар а потом я пришла уже в палату стала думать блин я стала 10 приехал я 12 где логика где-то неделя тогда я дула мне это было достаточно ладно пускай записала вот это мне еще 7 число вертелось в голове я не помню уже и достаточно ладно главное не переспросила и прям слезла у меня очень сильно болело ужасно все ну ничего слава богу сейчас все хорошо я пролежала там семь дней второй день у меня тоже был была система мне стоял в руке катетер но там вена опухала и там часть попал в лекарств второй раз мне не стали катетер видимо ставить может не ставит может быть то что у меня вен очень сложно найти может быть из-за этого не знаю почему вот я уже пила просто таблетками в последний день вот я вчера уходила мне сделали укол хотя не хотели бы это татапина вы хотите укол да и рда говорю я хочу руку то приходила не хотела бы может быть не надо может быть не надо а это в последний день пришла да давайте вы таблетки возьмете домой рюда я даму нет все сортом очень хорошие мне очень понравилось до этого я на этом же этаже лежала с выкидышем только с другой стороны в этот раз вот там с другой стороны лежал он там очень понравился очень есть сестры такие молодые симпатичные красивые всегда да 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 пожалуйста да 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 они всегда там реально всегда заходят спрашивают как у вас дела у вас ничего не болит все ли в порядке вот не очень понравилось насчет питания питание куда-то пошел питание там хорошее узнаете я лежала в роддоме там что же в пироговке помню с тарелки пришла и гора можно и первое и второе мне сказали нет только в первой нет только одно вроде так это с таким голосом только а то вот тебе еще там два это были ну ладно в принципе я не хотела брать как бы два но просто было интересно как-то накладывали там небрежно так вот свалят так это и как-то там порты даже маловатые были маленькие здесь я просто объедался мне сил не хватало доедать но надо доесть потому что потом там до следующего допустим завтрака или ужина довольно далеко если дома ты можешь что-то взять перекусить то там у тебя не практически ничего нет либо ты на этом можно разогреть в микроволновке все это можно там да вот это кормили хорошо с утра была каша кашу я не брала иногда йогурт было два раза и не было йогурт йогурт я брала и назывался но кофе с молоком или чай с молоком короче это была вода ой да вода с молоком но молоко короче разбавленное он девчонки так я не пробовала я не брала не люблю эту гадость домой приеду попью думаю вот так обед был там борщ суп один раз я случайно борщ взяла хотела картошку пюре но она для тех кто после операции и вы дайте мне картошку пюре хочу картошку пюре нет это для тех у кого операция была одновременно мне накладывает борщ ему блин я больше не хочу ну ладно ну попробуй надо хоть попробовать борщ конечно был не знаю дома вкуснее гораздо там ощущение было как будто там сода вот не соль а сода реально сода не знаю что они там добавляют такое мне понравилось вот то есть там 1 как раз суп там какой-то это но больше на воде я люблю погуще немножко и второе соответственно там чай был один раз компот был несколько раз и один раз был шиповник дают все очень горячее я очень хорошо в последние дни обожглась обожгла себе язык и десна да тоже язык я очень сильно обожгла потому что я уже за долгое время привыкла кушать тепленькое как бы в принципе всегда люблю кушать тепленькое видимо уже организм мой привык тепленькому а тут горячее для меня это было очень горячее но девчонки ели ели нормально я ждала пока остынет немножечко и сверху сверху вот по чуть-чуть ела и на ужин тоже там какая-нибудь там был плов бывало какая-то картошка там с капустой потушеная там мясо мясо кусок нормальный кусок мяса мне досталось там один и остальные там просто жилки всякие всякие какие-то но принципе я люблю жилки а потому что зубы у меня плохие и мясо жевать я не могу мне очень больно жевать мясо жилки нормально вот другим конечно не нравился не выкидывали была запеканка была два раза дан заверь два раза за то время лежал была запеканка за раз она не опоздала потому что у меня ужин часов шесть а он в пять когда именно прием родителей в пять часов заходят все родители огромная идет толпа садиться в лифт и в пять часов как раз ты должен получить еду не знаю почему так сделали сделала бы хотя бы в шесть было бы вот нормально или пораньше на 5 30 хотя бы я опоздала на запеканку опоздала на ужин осталась голодная там что-то мне муж принес там перекусила просто и все завтрак там тоже голодная осталось там потому что дарит манную кашу и не ем там ну или вообще кашу не ем всяким вот правильно таси ее на место неси 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 молодец молодец неси туда туда неси куда ты несешь вот мама вот вот и то есть он дальше так было у запеканка и допустим какая нибудь там каша гречневая вот было два раза гречневая кажется подливкой какие-то кусочки мяса что ли были а нет был один раз просто кости куриные там мелкие такие куриные косточки вот вы вообще 19 минут я уже рассказываю ну вот принципе такое было питание что-то я хотела еще да девчонки там были нормальные так вот полежала в больнице тяжело лежать в больнице как-то сложно а физкабинет кстати у меня еще был вот чуть-чуть я там в один день я не попала пропустила у меня было как я поставила часы время на том телефоне к этому поехала поставила время то которое находится у них в регистратуре а на этаже оказалось на час дай ну как бы больше и выяснилось что я опоздала пришла уже все закрыто уже все и опоздала он у меня лежал 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 первые дни я спала потом просто лежала потом муж привез мне телефон выяснил что сим-карта застряла в моем старом телефоне и оттуда вообще просто не хочет вылазить я потом вам покажу сейчас я еще там свой портфель просто еще не распаковала но вчера было некогда вот она просто прямо уперлась там и лежит ну сейчас делают же знаете да сим-карты они не совсем микро там сим-карты мини сим-карты и большая то есть вот это вот самое малюсенькое влезло в две переходника наверное это называется сим-карты и там застряла неправильно влезла потому что я ее всовывала уже с болями побыстрее меня еще там отвлекали наташ 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 посмотри сюда та 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 и как сумму так сумму и при мама принесла мне мою куртку она там что осталось тут там сказали нельзя куртку брать с собой якобы у нас запрещено хотя все девчонки брали у всех лежал с собой надо было просто настоять принесла мою куртку мы с мамой сходили в билайн слава богу он находился там рядышком вот и поменяли не сим-карту правда поменяли кстати платно за 30 рублей вот мы сняли со счета моего не знаю раньше всегда было бесплатно сейчас стало платно я делаю делаю какие мамы волосы скажи красивые и у тебя волосы мама хорошая мама хорошая хороший мой хороший мой хороший где у мамы носик где носик у мамы дима не хочешь показывать я честно говоря думала приеду сын у меня просто все это забудет но нет он помните носик он помнит как разговаривает корова там все что вот этому учились собака мышка все это помнит прошла неделя с ним никто вообще не занимался потому что я знаю что с ним никто не будет да сидел с ним краю ехала приехал свекровь моя она сидела с ним несколько там как раз среда четверг пятница суббота воскресенье да она сидела потом воскресенье приехала моя мама взяла отпуск за свой счет воскресенье понедельник вторник все дела моя мама и и среду сидела димина прабабушка моя бабушка димина прабабушка сделала она как раз среду я вчера приехала и его забрала ты куда полез там дима зима не лази туда зимой вот принципе давать на это все я рассказал всю свою историю как я была это будет отдельный влог сейчас наверное пока может быть сейчас поспите все это быстренько смонтирую вам сейчас все это выложу чтобы знать что я приехала домой что все хорошо мне кстати ничего не болит вчера меня посмотрели даже удивилась думаю надо же там после системы льда еще на следующий день у меня все болело а тут прошло семь дней ровно семь дней у меня вообще ничего не болит меня удивлена вот погода там такая погода классная вчера вышла так пожалела что нет у меня камеры с собой думаю сперзнала у меня вам уже с вечера попросила камеру с фотоаппарат так красиво там снег как и не там ночью был туман и потом холодно и но знаете и не там облепился так я по фотку на телефон посмотрим как получится может если получится в конце ролика вставлюсь фотографии если они будут более-менее нормального качества не мутные хотя бы потому что знаете с телефона на экран димочка вот с телефона на экран получаются совершенно другие фотографии вот и еще да насчет того что ребенок когда я пришла он меня не узнал он так сразу шарахнулся кто это тетя вот ну потому что его целовать целовать вставать делать такие вернее играть те же игры которые мы всегда вместе играем то есть чисто наши с ним и смотрю он начал вроде меня так немножко вспоминать его там бабуля несет куда-то вот он так искусно меня так приглядывает смотрит чё это там за такая интересная тетя пришла по моему она мне знакомая вот а потом конце концов вечера он ко мне подошел и говорит мама и обнял так за ножки вот очень так было приятно когда твой ребенок подходит мама потом еще с утра сейчас пришла видимо за ночь забыл ждал другого человека пришла я немножко удивился но нет узнал уже покушали мы видели кстати как димочка кушается буду вот теперь учить кушать самостоятельно вот график нас наш наверно снова поменяется вот все такой нет 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 только не трогай камеру не трогай не трогай не трогай дима вот на сегодня я буду давайте заканчивать вот влог посмотрим чем мы там сегодня еще будем делать может быть я сниму отдельно потому что здесь получается уже 25 минут 25 где господи я 25 минут вы просто не смотрите я знаю это плюс там дима плюс там первая часть господи где я первая часть где дима кушает там уже получится получится навряд ли что вы будете смотреть но надеюсь что посмотрите что вам будет интересно вот на сегодня это все с вами был канал артмании моя семья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно пишите комментарии мне очень приятных читать давайте всем пока пока а 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 Субтитры подогнал «Симон»